Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях абсолютный чемпион мира по парикмахерскому искусству. Кира Гончарь. Кира, привет! Привет, Мария. Очень рада с тобой вновь встретиться. Я тут посчитала, что примерно где-то 10 лет назад мы с тобой записали первую нашу программу с твоим участием. И тогда ты делилась своими планами, своими целями на ближайшее будущее. И там, конечно же, безусловно, была и школа, и чемпионат мира по парикмахерскому искусству. Вот сегодня хотелось бы поговорить о том, как тебе, обычной девочке из подмосковного города, удалось осуществить, ну, я не скажу, что все свои мечты, но большую их часть это точно. Вначале я могу сказать, что мечты-то не было, да. Вначале это был только интерес. Когда я попала в зону соревнований вообще впервые в своей жизни, я увидела, что такое другой мир. Абсолютно другой мир нашей профессии. Другая сторона нашей профессии. Другая сторона медали. Как люди тренируются, готовятся к этим соревнованиям. Это действительно мне напомнило какие-то олимпийские игры. Потому что это также бессонные ночи, тренировки, модели, маньели. В общем, это было в то же время тяжело, в то же время кайфово. Когда я попала, вот как я уже сказала, в эту зону соревнований, я увидела, как мастера работают на подиуме. За 15 минут нужно было создать шедевр. Учитывая абсолютно все. Форму, пропорции, линии, детали, чистоту. И все это за 15 минут с учетом пропорции модели. То есть нужно было сделать не просто красивую прическу, а чтобы она еще шла модели. Это очень важно. Но тогда я этого вообще не понимала. Посмотря на это, на все, думаю, е-мое, неужели так можно? Так можно работать? В этом году 20 лет твоей творческой, твоей профессиональной деятельности. А кто тебя привел в этот мир? В этот мир конкурсов, кстати... Даже не конкурсов, а вообще, кто тебе дорогу, кресло открыл? Почему именно эту сферу ты выбрала? Знаете, я иногда, Маша, задаюсь вопросом, почему именно парикмахерское искусство? Ну почему не врач, юрист, экономист, ну какие-то более такие профессии привычные? На самом деле я собиралась в театральное училище поступать, потому что мне всегда нравилась сцена, люди и работа с красотой. Но немножечко не получилось, да, в театральном. Но все равно сцена – это мое. Люди, также тренировки, мы учим роли там на разных соревнованиях, мы выступаем, мы шоу-показы. Так получилось, что захотела работать с красотой, в детстве я всегда рисовала. И почему-то, кстати, хотела быть еще дизайнером одежды. Мне очень нравилось что-то связанное с одеждой. Я никогда не рисовала кошечек, собачек, а всегда рисовала людей. И думала, что еще как вариант может быть какое-то что-то связанное с одеждой. А потом, так как-то исторически сложилось, что я первый раз потрогала волосы и поняла, что это, я называю это биоматериал. Настолько я полюбила этот биоматериал и поняла, что вот здесь можно работать, здесь можно развиваться. И вот с этим биоматериалом, с волосами можно творить просто безумные вещи. То есть менять совершенно и придавать им те формы, которые никогда бы, наверное, никто из обычных людей не подумать не мог, что возможно это создать. С помощью рук, лака. Ведь если мы берем чемпионаты и выступления, ведь там буквально все создается. Ну, такое ощущение, что из воздуха. Знаете, некоторые номинации выглядят именно так. У нас есть номинация на конкурсе «Мода на длинных волосах», где прическа создается без единой шпильки, без единой невидимки. Я называю, что эта прическа держится на честном слове. Ну, просто космос какой-то. Просто космос. Эта номинация делается у нас на подиуме от 7 до 25 минут. То есть используется только лак, начес, расческа и все. Это мастерство, это высший пилотаж, создать такую укладку без всего – это вау. Когда ушел страх? Вот в какой момент ты почувствовала, что вот все это твое, чемпионаты, конкурсы, тебе так это нужно, и для тебя это так важно. И ты совершенно не боишься ни членов жюри, ни огромное количество таких титулованных участников, которые, безусловно, были. Их нужно было постараться, чтобы их сместить с пьедестала и сделать что-то новое такое, чтобы все сказали «вау». Могу сказать так, что, в принципе, я не боялась никогда. Единственное, за что я переживала, что я не успею причесать во время. Это была моя главная задача – успеть причесать свою работу красиво, качественно и успеть уложиться в регламент. Вот в это время отведенное, там, 15-20 минут, больше я ни за что не переживала. Но, знаешь, организм не обманешь в любом случае, когда видишь соперников, как все готовятся, какие платья, модели. Вот это внутреннее ощущение, и вот эти переживания, их невозможно описать. Мы никогда с утра не едим перед чемпионатом, потому что это ужас. Наверное, не спим. Ну, не спим, это я уже не говорю, а не спим, потому что каждый конкурс – это все равно волнительно. И как бы ты себя не успокаивала, все будет хорошо, все отлично, у меня же все готово. У меня платье красивое, модель у меня шикарная, руки на весе, я знаю, я все знаю, всю тактику, у меня волосы готовы, все четко, макияж. А в любом случае, внутренний мир, ну, все равно что-то трепещет, но мне всегда хотелось делать свою работу очень красиво, чтобы на мою модель только смотрели, чтобы она была просто королевом подиума. А ты помнишь вот тот самый конкурс, где ты стала победительницей, но вот зашла на первое место? Где он проходил? Самый первый… Ну, самая первая такая значимая победа. Самый первый, кстати, это был чемпионат наш Московской области, который проходил в Одинцово. Это было очень феерично, мы готовились с моделью, кстати, от модели зависит 80% успеха мастера. Кто-то мне говорит 50%, на самом деле 80%, 20% только мастер может, мы говорим, зашикарить прическу, а 80% – это модель. И тот самый конкурс областной, когда со всех регионов приезжали мастера, со всей Московской области, это было такое вау-вау-вау, мне казалось, что это прямо я на чемпионате мира. И для меня тогда это, кстати, был клуб губернатора Московской области, мы выиграли и в фантазийной категории, и в модной категории. То есть для меня это было такое, знаете, стоять на пьедестале первого места. Ну что ты чувствовала? Что чувствовала? Наверное, сейчас не помню, мне так было мало лет, что я, наверное, больше не понимала, что со мной происходит. Если сейчас, когда мы готовимся на соревнования уже с командой, с ребятами, я уже говорю про ощущения, чтобы они выходили со своими медалями. Когда мы тренируемся, я все это объясняю про чувства, про эмоции. Ну было такое, что вот когда ты получил свою такую первую важную победу, сделал этот первый шаг, тебе захотелось идти дальше, захотелось еще, захотелось больше. Ну что там, область позади, а еще есть Россия, а еще есть чемпионат Европы и даже мира. На самом деле мне больше, Маш, честно, хотелось научиться делать лучше. Когда я понимала, что со мной сильные соперники и что, к примеру, кто-то причесал красивее, чем я, интереснее, эффектнее, мне хотелось научиться лучше, научиться больше. Я понимала, что, да, следующие чемпионаты, это как новая ступень, да, это чемпионат Европы или, допустим, чемпионаты России, какие-то международные соревнования, что там мастера будут еще более опытнее. И мне хотелось совершенствоваться больше. Когда я выходила, да, за своими медалями, да, это было только мое личное, то есть какое-то, да, что я это сделала, что я это причесала, причесала красиво, что судьи это оценили. Но все-таки мое внутреннее ощущение, мне хотелось научиться делать еще лучше. Следующий чемпионат еще лучше, еще лучше совершенствоваться и доводить вот эти работы, все свои прически до совершенства, до мирового уровня. Где ты черпаешь свое вдохновение? Вот как научиться превзойти самого себя в первую очередь? Все-таки не просто носить звание абсолютного чемпиона мира по парикмахерскому искусству, нужно понимать, что это ведь очень такой подвижный мир. Все постоянно меняется и меняется стремительно. И как вот здесь быть на шаг впереди своих соперников? Получается, даже на шаг впереди самой себя. Вдохновение, его невозможно вызвать. Да? Сказать, так, что же мне сейчас делать, что же дам? Ну, запреди, где же ты? Ну, запреди, где же ты? Да, ну, запреди. Нет, это невозможно. Это такое ощущение, его нужно поймать, либо от чего-то оттолкнуться. Но мне чаще приходят во сне. То есть я отпускаю ситуации, когда не рождается форма, идеи, не приходят какие-то линии, которые мне хочется перенести на голову, да, слепить из волос. Мне приходят во сне. То есть моя чемпионская прическа, которую я сделала на чемпионате мира, она мне приснилась ровно за две недели до чемпионата. Это, конечно, очень мало времени. До конкурса обычно мы тренируемся от полугода. Четыре месяца, три и, соответственно, как получается. Но, как правило, от полугода. И тут я понимаю, что музы нет, вдохновений нет. А чемпионат есть. Чемпионат есть. И он через две недели. И он через две недели. Прическа не садится. Это вот как раз к вопросу о том, что прическа обязательно должна идти модели. Я иногда ученикам это объясняю, что это как шапка, как платье. Мы посадили это как фигура все. Она как летая. Мы собирали одну, вторую, третью, пятую, десятую. Не садится. Она и не идет. И она уже некрасивая. И как-то вот в одну прекрасную ночь мне приснился сон. И я не могу сказать, что я увидела прям четко. Я увидела силуэты, линии, пропорции. Я позвонила с утра модели. Я говорю, Инна, пожалуйста, приходи. Все. Работа золотой медали. И когда она пришла, мы ее собрали. Она была как летая. И она как будто бы здесь и была. Собственно, с ней мы и выиграем первое место. Когда ты почувствовала, что опыта настолько много, что ты готова передать его другим? У тебя есть своя школа, ты тренируешь, у тебя есть команда твоих соратников, с которыми вы завоевываете все, выше-выше поднимаетесь. Это, наверное, что-то изнутри, что-то такое, что хочется передать. Невозможно все держать в себе. Ты знаешь, когда ты больше отдаешь, больше получаешь. Когда я отдаю, когда мы создаем с ребятами такие формы, они завоевывают медали. Для меня это высший пилотаж. Когда я им говорю, что выступать само – это одно, ответственность только на себе. Руки вот мои. Я вышла и сама причесала. Когда выступают ребята, уже со стороны тренера, я все это смотрю, это совсем другие ощущения, другие эмоции. Я в один прекрасный момент, кстати, после одного из нашего командного выступления, когда мы выиграли золото, выиграли золото командное, и ребята все заняли места по-разному в личном зачете, я поняла, что я могу научить. Что я могу научить. И хотя мне казалось, что я не умею ни объяснять, ни рассказывать. Если результат показал, что все-таки могу, и это была высшая награда именно для меня. Сколько сегодня человек в твоей команде? Примерно 60. Да, у нас большая команда, и мы путешествуем, выступаем на различных чемпионатах. Чемпионатах Европы, чемпионат мира, региональные также чемпионаты, чемпионаты России. В общем, есть деньги везде, где только можно. Мечты остались? Есть ли то, чего еще не удалось осуществить или покорить? Я считаю, что вообще в моей жизни все удалось, все получилось, но главная мечта стать абсолютным мировым тренером, так как я никогда не думала, что я стану абсолютным чемпионом мира, но потом шла уверенно к своей мечте, так и здесь. Поставили цель, и уверенно идем к ней большими-большими шагами. Какой срок ты сама себе даешь? Ну, через, например, год, а может быть полгода, а может быть два года? Каждый год, Маша, у меня как за три с команды, потому что каждый чемпионат отнимает очень много сил. Я думаю, что год-два максимум, времени нет. Сколько в год раз вы выезжаете на чемпионаты? Сколько конкурсов проходит за год? Примерно шесть, семь, иногда десять, в зависимости от формата конкурса. Ну, достаточно много. Достаточно много, но плюс в этих форматах у нас еще фотоконкурсы, то есть мастера отправляют фотографии, и им не нужно никуда выезжать. То есть мы тоже считаем это конкурсом, потому что ребята все-таки находят время для съемок, приглашают моделей, собирают работу, это тоже довольно-таки трудоемко. Кира Гончарь, это уже знак качества, и твое имя, он знает, не только в Подмосковье или в России, оно уже вышло далеко за пределы Российской Федерации. Ты балуешь нас и всех остальных жителей планеты своими не только потрясающими работами, выступлениями, но и шоу-программами. Кира, все-таки юбилейный год, 20 лет в профессии, ждет ли нас всех фееричное шоу? Я думаю, у всех возникает этот вопрос. Да, Маш, готовлю, готовлю обалденное шоу, которое будет 30 сентября, праздник веры, надежды, любовь. Хочу показать миру любовь к своей профессии. Я даже не могу назвать это профессией, это мое любимое дело, дело всей моей жизни. Всех приглашаю, буквально скоро я об этом расскажу, об этом фееричном шоу, это 20 лет. Я вдохновляюсь страстью к красоте и все, что с этим связано, поэтому будет что-то грандиозное. В мир красоты попасть мечтают многие, в мир красоты работать хотят тоже многие, но не все готовы рискнуть и пойти чуть дальше, посмотреть чуть глубже и окунуться в этот весь мир космоса, о котором ты сегодня рассказываешь. Все-таки, на твой взгляд, что нужно внутри человека, что должно быть, чтобы он сделал этот шаг и все-таки вошел, встал на путь конкурсов, чемпионатов и стал доказывать самому себе, и, в первую очередь, что он лучший. Все-таки думаю, когда будет этот вопрос? Всегда говорю только одно слово, это желание. Если у человека, у мастера нет желания, ничего не получится, ничего, никогда. Только безумное желание научиться этому ремеслу, этой другой стороне нашей профессии, собрать вещи, приехать, отренироваться и приехать с медалью. Если нет желания, если мастер хоть на секундочку сомневается, что вот у него не получится, или он, возможно, не сможет, или там какие-то факторы ему мешают. Я знаю, что даже твоим ученикам запрещено произносить определенные слова. Да. Это тоже как некая установка. Что это за слова? Давай, озвучь. Может быть. Возможно. Если. Я боюсь. Это невозможно сделать, да? Да, это невозможно сделать. То есть у нас есть, мы проназываем слово, слова запрещенки, то есть мы их не используем, и иногда, часто, кстати, бывают срывы, потому что тренировки, вы знаете, мы готовимся как олимпийские чемпионы. Это очень тяжело, очень сложно, потому что модели психуют, все это больно, мастера не выдерживают, литры лака, дышать нечем, не получается. Естественно, что я, наверное, не смогу, у меня руки не с того места, и, наверное, это не мое. Вот, кстати, фраза, вот это не мое, это просто мне от нее плохо. Поэтому мы ввели список запрещенок, мы эти слова не произносим, мы идем только вперед. Я смогу, я сделаю, сейчас у меня все получится, и мы едем на чемпионат, и я привожу золотую медаль. И только с этим лозунгом мы приезжаем на соревнования. В самом начале нашей программы я, представляя тебя, сказала, что ты абсолютная чемпионка мира по парикмахерскому искусству. А что это значит, абсолютную? Что за слово такое? Да, очень часто спрашивают, что это такое, потому что слово непонятное. Чемпион мира, чемпион мира, чемпион Европы, чемпион искусской области. Слово абсолютный, это значит чемпион, абсолютный чемпион в своей категории. Это значит мастер занимает первое место. А, сейчас расскажу про двоеборье. У нас есть номинации индивидуальные и есть двоеборье. То есть, что такое двоеборье? То есть два вида работ в одной номинации. Ну, например, я чаще всего выступала в номинации мода на длинных волосах, где мы делаем дневную прическу, которая на честном слове, и вечернюю прическу уже со шпильками, с крушением, все красиво. Оценивается сначала одна работа, потом оценивается вторая работа, то есть по первой работе мы получаем баллы и место, по второй работе мы получаем баллы и место, и по сумме за две работы. Вот это называется абсолютный чемпион, когда у вас за две работы первое место. Я обязательно напишу это в соцсетях, потому что не всегда понятно, что же такое абсолютный чемпион, когда читаешь регалии. Там абсолютный, 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 что это такое, не знаю. Поэтому, Маша, теперь тоже будешь знать, когда ты будешь читать мои регалии, будешь знать, что абсолютный чемпион Москвы, значит, первое место во всех номинациях. Если это гран-при, то это отдаётся одному мастеру со всего чемпионата. То есть только одному. Поэтому заливать титул абсолютного чемпиона – это дорогое стоило. Кир, не сложно быть лучшей? Нет. Нет? Не тяжело? Нет, мне просто нравится то, что я делаю. Я люблю то, что я делаю, и получаю от этого безумное удовольствие. Спасибо тебе за честный разговор. Спасибо. Я жду, как и многие наши телезрители, безусловно, шоу «Яркого» 30 сентября. Я думаю, что встретимся, да? Давай договоримся, что встретимся перед этим событием, и хоть немножечко приоткроем завесу. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Спасибо. Спасибо большое. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания.